Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Тема сегодняшнего занятия – «Идея истины». В том издании, которое у вас в руках, 197-я страница и далее. И далее это «До идеи добра» до 229-й страницы. От идеи истины до «Идеи добра». Общая программа нашей работы такова. У нас один час занятия кружка. И через короткий перерыв я запишу обращение к украинским рабочим. Степан Степанович приготовился к этому. Ну и все товарищи, которые здесь присутствуют, я думаю, что они… Ну, кто не убегает сразу, может остаться и послушать. То есть оно длинным не будет. Значит, по мере того, как идет развитие нашего кружка, мы видим, что интерес к гегелевской диалектике и понимание того, что без диалектики не станешь марксистом, без ее изучения и понимания, то, о чем говорил Ленин в своей знаменитой работе «О значении воинствующего материализма». И эта вот работа здесь и стоит в самом начале, что без гегелевской диалектики мы не сможем освободиться от реакции и лжи. Без материалистического истолкования гегелевской диалектики. Это раз. Во-вторых, мы с вами… Ну, это мы, кстати, и видим. Мы сразу различаем тех, кто занимался этим изучением. Это относится и, разумеется, к Марксу и Энгельсу, к Ленину, к Сталину. Ну и дальше вот, если мы видим, скажем, как нам говорят, вот левые. Если они этим не занимаются, то там ничего такого глубокого и прочного нет. В то же время мы видим, что интерес к изучению постоянно растет. Причем, ну, казалось бы, это очень сложные вещи, непростые. И, в общем-то, нормально было бы, если бы и просмотры были не очень обширные. Но вот уже, если вы зайдете на канал «Академия смыслов лоббио», где висит краткий курс науки, логики, гегеля, там, в последний раз я смотрел, 209 тысячи просмотров. А если вы зайдете на опер.ру, канал Пучкова, ну, там 760 тысяч просмотров. Причем я смотрю, что он отставал от, скажем, такого материала, который был посвящен пенсионной реформе, но уже больше просмотров, чем пенсионная реформа. Теперь он отстает только от материала деноцификации, который сейчас набрал на сегодняшний день миллион 300 тысяч. То есть, ну, мы, скажем, к оценке этих событий современных подходим не так, что вот мы сейчас начинаем думать, а как их оценивать. Дело в том, что этот вопрос у нас рассматривался достаточно диалектически. По этому поводу написана книга, она издана тоже в 16-м или 18-м году, издательство Питер. Из издательства Питера мне позвонили, сказали, что все, там смелее, этих книг там нету, и вот они будут пытаться, так сказать, как-то в электронной форме теперь. Если тогда будут люди обращаться, в электронной форме можно приобрести. То есть, в этом плане эти люди, которые идеалектически смотрят на то, что нас окружает и на ту борьбу, которая ведется в мире, ну, они в этом смысле оказываются готовы. Хотя к каждому занятию такое чувство, я думаю, у всех есть, и оно и у меня есть, что мы не совсем готовы. Почему? Ну, потому что это очень сложный предмет. Сегодня у нас, ну, сравнительно, легкий материал по сравнению с тем, что у нас бывало. Это раз. Но мы должны понимать, что поскольку мы сейчас вот здесь находимся в учении о понятии, то здесь требуется не просто материалистическое истолкование диалектики Гегеля, а как вот нашел такое слово хорошее наш товарищ Мазур Олег Анатольевич, преобразование материалистическое требуется науке логики. А что значит преобразование? Не зачеркивание, не отбрасывание, а вот некоторые перестановки, которые кажутся логичными. И вполне понятно, что вот мы, раз речь идет о науке логики субъективной логикой, и мы с вами хорошо знаем, что понятие, учение о понятии является отрицанием чего? Понятие является отрицанием сущности. А сущность является отрицанием бытия. Значит, двойное отрицание. Значит, иначе как бытие, и нельзя понимать сущность, хотя это какое бытие? Не такое бытие, которое первое, а такое бытие, которое есть, бытие есть, как отрицание отрицания, и которое в себе содержит сущность. А вот то первое бытие, оно в себе сущность не содержит, оно как бы поверхностное. А тут вот такое бытие, которое содержит в себе сущность. И мы знаем, что такое в себе. То есть то, что было в сущности, то оно проявляется. И как оно там? Проявляется оно в явлениях, проявляется оно в законах и так далее. Всё это есть. Ну и поэтому, несмотря на то, что у Гегеля сначала стоит субъективность, если вы откроете книгу, значит, мы считаем необходимым. Мы это с вами обсуждали. Сначала можно оставить учение о понятии, какие-то слова, которые Гегель говорит, предисловия. Маленький разделчик о понятии вообще, чтобы было ясно, о чём идёт речь. Но первым отделом поставить не отдел субъективность, в котором есть первая глава понятия, вторая глава суждения, третья глава умозаключения. И тем самым не поставить на первое место субъективность, а поставить объективность в первом отделом. Где есть первая глава механизм, вторая глава химизм, третья глава жизнь, там же и человек, а человек, обладающий сознанием, животное. Мы уже можем привлечь сюда Энгельса, что это, хотя у Гегеля этого определения нет, но это есть у Гегеля, человек, есть животное общественное, трудящееся, говорящие и разумное. И вот тогда, только когда оно разумное, тогда можно говорить о субъективности. Вот поэтому после того, как будет рассмотрен первый отдел, а мы рассматривали с вами механизм, химизм, жизнь человека, второй отдел, мы-то тоже рассматривали понятие суждения умозаключения, только тогда может пойти третий отдел, как уже в развитии этой самой субъективности. И первое – это должна пойти телеология. А что такое телео? Теле – это постановка целей. Постановка целей, а логос – это знание, знание о том, как ставят цели и как их достигают. Поэтому, значит, уже здесь речь идёт о телеологии, но телеология, как бы, можно сказать, она разделяет того, кто ставит цель субъекта и реализацию этой цели. А цель, как будто она не у субъекта. А цель, она то ли её понимать как достигнутую цель, тогда она материальна. А если её понимать как цель, которая ставится в голове, то она ещё субъективна. Так надо её и так, и так понимать. Поэтому телеология тем самым начинает раскрытие идеи, но не полностью. А дальше можно рассмотреть вопрос, который у Гегеля называется такой разделчик – идея, собственно. А потом уже идут не вообще идеи, а конкретные идеи. И вот мы с вами доросли до того, что сегодня мы уже можем рассматривать идею познания. Идею познания. А что значит идея познания? Ну, во-первых, надо не забывать, что это идея. А идея в себе обязательно имеет две стороны. Она обязательно в себе имеет не только ту сторону, чтобы рассматривать действительность, но обязательно и её преобразование. Хотя акцент при этом рассмотрении сначала должен быть на идее познания. Как вы собираетесь что-нибудь преобразовать, если вы это не изучили? Ну, как вы можете вообще построить дом, если вы не изучали хоть в какой-то мере, как вообще осуществляется строительство? Как вы собираетесь выработать какие-то новые породы животных или какие-то новые виды растений, если вы не изучали ни ботанику, ни соответствующие биологические науки, которые для этого нужны? Ну, а уж если мы говорим о преобразовании человека, так и тем более. Поэтому идея познания, как она объявлена на странице 188, эта идея познания в себе включает, конечно, и преобразование мира, хоть в неявном виде, в свернутом виде, в зародышевом виде. Ну, а главный акцент делает на познание. То есть познание. Но пустяковое познание вроде как не рассматривается, если речь вот об идее познания. Потому что если идея познания у вас, так тогда она это познание ради того, чтобы потом это использовать для того, чтобы эту идею раскрыть, применить, осуществить и так далее. То есть если пошла речь не просто о познании, а о идее познания, так значит познают не только для того, чтобы узнать, а узнают для того, чтобы преобразовать. Но все-таки речь, акцент пока идет вот в этом разделе на познание. А потом идет идея добра. А что такое добро? Это преобразование мира. То есть сделать добро. А как вы можете сделать добро, если вы не знаете, а что добро, а что зло? Если вы не изучили, то есть без идеи познания, никакого преобразования мира нельзя делать. Вот мы скажем, вот у нас есть политическая партия, мы хотим преобразовать и рабочий класс, и мир преобразовать. Тогда вы хорошо изучили то, что вы собираетесь преобразовывать? Если вы так хорошо изучили, что вы уже собираетесь преобразовывать, а у вас нет этого понимания, ничего не получится. Или получится не то. Шли в одну комнату, пошли в другую. И мы это прекрасно знаем, но у нашей коллегии, многочисленной коллегии, которые себя называют коммунистами, даже сторонниками рабочего класса, может они сторонниками, в том числе, что они его сторонятся. Вот, наверное, это имеется в виду, сторонники рабочего класса. Наше дело сторона. Дескать, кто тут есть рабочий? Ну, работайте, работайте. Мы же вам не мешаем, а мы сейчас обедаем, и вы нам не мешаете. Мы же, когда вы работали, мы вам не мешали, а вы нам не мешаете потреблять то, что вы сделали. Да тут же и крестьяне тоже. Сейчас крестьян вроде нет, это все тоже наемные работники, рабочие, сельскохозяйственные. Поэтому к нему это тоже относится. Ну и тогда что же получается? Вот сейчас мы уже можем, заглядывая вперед, уже у нас, видите, хвост показался, результат показался. Заглядывая вперед, тогда понимаем, что идея добра неразрывно связана с идеей познания. А идея познания предполагает преобразование. Просто так зряшное познание тоже, так сказать, это не то, что совместимо с идеей. Тогда это не идея, а просто вы как-то познаете. А при чем тут идея? А если это идея, то она в себе уже содержит и цели, и средства. Поэтому это взаимодействие, это единство здесь предполагается. И вот такая идея, которая является единством идеи истины и идеи добра, как называется? Абсолютная идея. И вот мы уже, так сказать, если вот так богатырски сделаем, руку свою поставим, мы уже видим тут результат. Какой результат? Мы уже видим, что мы уже видим окончание науки логики. Не пройдет-то еще полгода, может, мы и закончим. Ну а насчет понимания, как вы, наверное, хорошо понимаете, так сказать, нам надо эту тему отдельно подумать, потому что это от того, что мы тут близко к окончанию, к завершению. Но поскольку это сложное завершение, то, в общем-то, как не разбегайся, я не знаю, я, например, с каждым занятием все больше и больше готовлюсь по времени. То есть как будто бы вот раньше я был, так сказать, хорошо подготовлен, а сейчас все хуже, хуже, хуже. Такое впечатление. Я думаю, может, у вас тоже такое впечатление, что вроде мы вот уж тут мы разобрали то, сё, уже нам эта сущность ничто, и бытие тем более, а тут вот мы добрались до таких вещей, которые нас останавливают. У Сократа получится, я знаю только то, что ничего не знаю. Да. А некоторые не знают даже этого. А некоторые даже этого не знают. Ну вот мы, так сказать, перспективу свои определили, а теперь я хочу обратить ваше внимание на, собственно, вот предмет нашего сегодняшнего занятия – идея истины. Субъективная идея есть в ближайшем образом влечение. А слово влечение, оно дано курсивом. И хотя никто не запрещает нашим товарищам, которые пишут разные статьи и рассылают потом, с просьбой опубликовать, почти никто этим не пользуется. Ну у вас как-то что-то вот есть важное такое, чтобы вы хотели выделить? Ничего нет. Для нас всё равно. Все слова одинаковые. И смыслы все одинаковые. Нет для нас ничего ни существенного, ни более важного, никакое ударение не надо делать. Скажем, если вы читаете Ленина, я думаю, что все, кто читал Ленина, заметил, что у него раз-раз используется курсивом. Например, когда речь идёт о программе партии, и говорится, что производство при социализме осуществляется с целью обеспечения полного благосостояния и свободного, всестороннего развития, а дальше всех членов общества курсивом. Для чего? Чтобы не вылез кто-нибудь и не искал личности. А если он будет кричать «Личность», то он подпадёт под критику товарища Сталина. Есть у него в самом первом томе у Сталина в собрании, точнее, работа «Анархизм или социализм». Анархист говорит, что всё для личности, будет свободна личность, тогда будет свободна и масса. А Сталин говорит, что мы говорим, что всё для массы. Вот будет свободна масса, тогда будет свободна и каждая личность. Поэтому, когда у нас товарищи на это обстоятельство внимания не обращают ни на курсив, ни на разъяснение товарища Сталина, потому что они, может, Сталина не читали, он же умер. Чего его читать? Это Ленин вечно живой. А Сталина вечно его. Была Ленин она была, была. Да. Поэтому, ясное дело, что это очень важно. Всех членов общества, если это не всех, а некоторых, хоть бы очень важных и очень много, это ничего общего с социализмом не имеет. И поэтому мы такие вещи пропускать вообще не можем, когда, так сказать, кто-то где-то пишет, что у нас вот цель социализма, не дай бог, удовлетворение потребностей. У собаки есть потребности, у кошки есть потребности, у коней есть потребности, у коров есть потребности. И надо им не забывать солому подкидывать, другие, так сказать, какие-то под корм. Но не надо себя превращать в этого человека. Но если вы будете читать литературу, ну так, товарищи, легко относятся. В этом смысле нам, тем, кто изучает науководологию, тяжело, потому что мы, как сказать, поставили такие заборы, что туда не надо ходить, в болото не надо ходить, в грязь не надо ходить, в глупости не надо повторять и так далее. Но тогда у нас остается, так сказать, дорогой не только идти вперед и вверх, а вперед и вверх – это всегда сложно. Так что вот, поэтому, когда речь идет о субъективной идее, она ближайшим образом влечения. Не говорит Гегель, что она – это влечение. Она ближайшим образом влечения. То есть вот, если вы начнете рассматривать идею, ну, ясно, что куда-то, что-то вы куда-то направляетесь, куда-то, если идея. Есть идея. Потому что, если я скажу, что у меня есть идея, подолок белый. Что вы скажете? Тут нет никакого влечения. Не подлетать я не буду. Ни вы не будете подлетать. Нет места тут для влечения. Поэтому идея обязательно, она ближайшим образом влечения. То есть для начала разговора, говорит Гегель. Но он ничего еще не раскрыл. Влечение. А на что значит влечение? Это такая вот для себя реальность. Однако без того, чтобы предмет выступал как нечто другое. Самостоятельное по отношению к нему. То есть предмет остается тем же самым в этом самом движении. То есть если у вас есть какая-то мысль, то она и эта мысль связана с влечением, что вот куда-то вас тянет, или куда-то мы совершаем движение. Пока еще умственное, то оно все равно совершается и имеет некий прообраз. А этот прообраз есть прообраз преобразования того, что есть в мире. А может быть только в словах. Хотя бы и так. Влечение имеет поэтому определенность, состоящая в том, что оно снимает свою собственную субъективность, превращает свою пока что абстрактную реальность в конкретную и наполняет ее содержанием мира. Вот видите, только что я сказал, что куда-то, лишь бы направлять. Содержанием мира наполняет. Вот что такое идея. Это влечение, которое вашу мысль наполняет содержанием мира. На этом я мог бы закрыть, и уже оправданное занятие было бы сегодняшнее. Представляете, какая мысль? Что вот-вот, товарищ Мордон, у вас есть идея? Нету? Я чувствую, что как навалит потом это содержание мира, и за все надо отвечать. Понятно. Так. С другой стороны, оно определяется в силу этого следующим образом. Понятие есть, правда, абсолютная достоверность самого себя, но его для себя бытию противостоит его предположение некоторого в себе сущего мира. То есть есть в себе сущий мир, а что такое в себе сущий? Что такое в себе бытие? Это равенство с собой. То есть мир без вашей идеи как бы обошелся. Он, так сказать, сам себе равен. Но раз вы в этом мире, то он без вас не обошелся. И вы, находясь в этом мире, имеете влечение, и этот же мир и преобразовываете, не выходя из этого мира. А не так, что вот у вас там тяпка какая-то есть, вы в другом мире держите эту тяпку, и этот мир исправляете. Из различной на бытие которого, однако, имеет для самодостоверности понятие значение лишь чего-то несущественного. Ну, раз вы решили его преобразовывать, то ясное дело, что ваше решение – оно существенное, а это несущественное. Если оно существенное, а вы несущественное, ничего не преобразовываете. То есть, какие аналогичные мысли можно найти у классиков? Например, Марс пишет, мысль, идея, когда она владевает массами, становится материальной силой. То есть, если Марат Фаридович один имеет такую идею, мы вас поздравляем. Мы даже можем вам дать премию, так сказать, и подарить конфетку. А если эта идея владевает массами, если есть целая партия, у которой есть такая идея, если есть аватгард-классы, и весь класс приходит в движение. И мир тогда приходит в движение, потому что в основе изменений в мире идет борьба, лежит борьба классов. Поэтому вот видно здесь также, что Гегель берет такие струны, на которых очень легко играть, так сказать, коммунистическую музыку. Потому что это то преобразование мира, ради чего ведется рабочим классом борьба. Весь мир насилием мы что сделаем? Разроем. Разроем. А не разрушим, как в некоторых переводах есть. Зачем нам разрушать? Разроем до основания, а затем наш новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. А кто был всем? Понятно, будет никем. Не, ну если он будет трудящийся, у нас же для всех членов общества цель существует, пожалуйста, пусть. То есть это вот эти все положения, они вполне философские, абстрактные, но они включают в себя, вбирают то, что мы наблюдаем и знаем у тех, кто применял диалектику. А тождество, которое тем самым определено как безразличное к форме в ее развлеченности, есть содержание. А что это значит безразличное к форме и в ее развлеченности? Ну, начинаете вы в одной форме, завершаете и в другой форме. Это значит безразличное к форме. Правильно? Одно дело форма производства или форма общества в начале строительства социализма, когда имеется пять укладов, а другое дело, когда победил социалистический уклад и тогда можно сказать, что первая фаза коммунизма построена. И тот, кто понял, что первая фаза коммунизма построена, тот никогда не будет говорить, что вот типа, когда мы придем к коммунизму. Да вот же вы уже пришли, уже перестагнули, уже здесь толчетесь, что вам еще надо? Ну-ка, а полный, ну вы захотели. Вот допустим, вот придет Китайская Народная Республика к коммунизму, скоро. Ну скоро по историческим масштабам, как может, может за пять, за десять лет, а может за пятьдесят. Я, например, никак не могу примерить вот этот вопрос к такому исчисленности населения, когда это миллиард четыреста миллионов. Поэтому, если кому-то кажется, что это слишком долго они задержались, лучше они задержатся немножко, чем так быстро откатятся назад, как это произошло в нашей стране. Поэтому они не должны этого повторять, и они эту ошибку выбрасывания, которую пролетариат, они сделали. Они от этого не отказались. На этой почве они разошлись с ревизионистским руководством КПСС, и, как известно, сказали, что Хрущев предал коммунизм. А тогда Хрущев устроил, так сказать, и его соратники устроили битву на Даманском. Потом по-тихому отдали этот остров, как будто нам было там что делить. Это влечение есть, поэтому влечение к истине. Это, я думаю, вот если я вас спросил бы, скажите, пожалуйста, товарищи, что вас привело на кружок? Товарищ Лазарев, что у вас привело? Влечение к истине. О, видите, слушай. Вот так красиво звучит, понимаешь? Вот так. Ну, как еще вот скажешь? Скажут, вот там, не как-то у него так говорится, не так непонятно. Ну, так говорится-то красиво. Чего-нибудь у нас получится, куда-нибудь мы придем. И куда вы придете, и чего у вас получится? А не знаю. Живы были, не помрем. А потом помрем, потому что, ну что, все помирают, и мы помрем. Вот и все. То есть, так сказать, как-то вот, нету даже такого настроения. А Гегель же, вот как бы тут венец делает своей работой. То есть он уже пришел к идее, и идея тоже должна все в себя включать, все, что было. А раз оно все в себя включает, разве можно это просто взять и спрыгнуть? Вы уже поднялись на двенадцатый этаж, а потом хотите спрыгнуть на первый. Иначе разобьетесь. Вы уж тогда не опускайтесь. Или медленно-медленно тогда опускайтесь, так потихонечку, постепенно. Если объективная истина, есть сама идея, как соответствующее понятию реальность, и поскольку предмет может иметь или не иметь в себе истину, то, напротив, более определенный смысл истины заключается в том, что она есть истина для субъективного понятия или в нем, в знании. То есть в самом знании есть истина. Знание должно быть истинным, в том числе и должна быть логика, и оно должно опираться на то, что добыто ранее и так далее. В познании, следовательно, к истине влечение как теоретической идеей. Вот теоретическая идея, мы как оцениваем с вами теоретической разработкой как высокий уровень, нужный. Зачем мы эту теорию все изучаем, вот, Валерий Александрович, в Красном университете? Затем, чтобы глупости не делалось потом в практических делах. Потому что одно занятие представляет собой стирание сотни тетен глупостей, которые могут быть наделаны в практической работе. Ну и никто, все товарищи, прошедшие Красный университет, хотя там он достаточно кратко проходится, в том числе и диалетика очень кратко. Все-таки они не делают таких грубых ошибок, которые были раньше, когда люди совсем приходят, они говорят, мы будем бороться, за что вы будете бороться? А мы не умеем бороться, не знаем, чем бороться, за что бороться, но будем бороться. на стримах вопросы задают. Как тебе ответить-то? Да-да-да-да-да. Да. Видишь, интересно еще. Она есть отношение суждения, понятия, которое казалось формальным суждением истины. Ведь в этом суждении предикат есть не только объективность понятия, но и соотносящие сравнение понятия вещи в ее действительности. То есть речь идет о том, чтобы вещь брать в ее действительность, а есть недействительные вещи. Что такое недействительный коммунист? Ну, который вроде как, название у него есть, а сущности у него так. Делание коммунистическое. А дело? Да. Да. Вот Александр Владимирович Золотов такой ролик сделал с историей коммунистического движения. И в частности там дает выдержку видео Зюганова, молодого, около шкафа, где он говорит, мы не против государствования. То есть это такой коммунист, который не против перехода к частной собственности. Ну, потому что и другой общественной собственности, кроме как государственной собственности, как собственности государства рабочего класса не может быть пока. Значит, он за государствами Ленина. Ну, тогда он, так сказать, и вот он и плывет, и плавает все время. До сих пор плавает. Да. Еще не спал. На тех волнах, которые называются почему-то элитой. Я всегда думал, что элита – это лучшее. Элитное зерно – это самое хорошее. Элитные породы скота. Говорят, вот элиты, элиты какие-либо. Это же бандюки. Какие они, элита? Это люди или эксплуататоры, или грабители народные. Как можно? Как у вас язык поворачивается называть их элитой? Ну, то есть, если вот люди там на Эхо Москвы называют элитой эту публику, или на других каких-то ресурсах, это понятно. Ну, как у нас-то может повернуться такое? Вот товарищи рабочие, это и есть элита, потому что… Ну, это еще элита в себе. Потому что он тогда может развернется, как элита, когда он не будет ни одиночкой, когда он будет в союзе с другими рабочими, когда он организацию создаст, когда он участвует в общей борьбе и в профсоюзной, и в партийной. Вот тогда он может рассматриваться, как элита. А сейчас он как может как элита в себе. Тоже хорошо. Элита в себе – это разблухо? Ничего же плохого я не сказал. Это неоскорбительно звучит, правильно? А по отношению к тем, кто к паразитам, губи их, злодеев, проклятых, как поется в песне. Ну, как злодеи проклятые могут быть элитой? Ну, подумайте. Ну, у злодеев только, если они могут быть проклятых элитой. У нас никак не могут быть. Так как понятие есть идея как цель или как субъективная идея, то отрицание мира, предположенного, как в себе сущий, есть первое отрицание, заключение, в котором объективное положено в субъективное. А где что-то, почему тут отрицание мира? Ну, как отрицание мира, как неподвижного, как неизменного. Раз есть идея, как преобразовать мир, и эта идея содержит в себе истину. Это же истинная идея. Если речь идет об истинном преобразовании мира, то вот в современную эпоху, как мы знаем из работы Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», это эпоха перехода от империализма, как высшей стадии капитализма, к коммунизму, пока еще в низшей фазе по началу социализма. И это, поскольку эта эпоха есть, то этот процесс идет. Он идет через противоречие, через борьбу, очень сложно, но он идет. И вот тут мы наблюдаем единство понятия реальности и истины. И истина, стало быть, вместе с тем, содержится здесь и не содержится. А почему содержится и не содержится? Прямо в середине страницы 198. Ну, потому что истинное соответствие понятия с объектом. С одной стороны, идея ваша правильная, она соответствует объекту. Ну, вы же объект собираетесь преобразовать? Значит, она еще не содержит этого преобразования. И преобразование еще не прошло. Где же у себя? Поэтому она и истина, и не истина. Не истина, потому что не выполнена задача, а это задача, которая не решена. Поэтому как же можно считать, что она только истина? Познание – это есть противоречие, уничтожающее само себя. Написано вот оно в нижнем абзаце на странице 198. А почему оно себя уничтожает? Ну, если вы познаете, это познали. А что тогда познавать еще? Дальше познавайте, а это уже познали. Это противоречие. Противоречие – это оно себя уничтожает, оно себя превращает, если уничтожает, в ничто. Но это не значит, что нет другого противоречия. И не значит, что оно превратилось, что оно не превратилось в другое. Оно, это оно, противоречие превращает в ничто, но противоречие-то остается. Противоречие – это неуничтожимое. То есть Гикель говорит о бесконечности познания. Да. Познание должно ходом своего собственного движения разрешить свою конечность и тем самым свое противоречие. Ну, раз познание у вас есть, оно же не полное, вот конечное своим движением и преобразованием оно и разрешает это противоречие. В этом смысле оно и себя реализует. Познание само есть понятие, которое есть для себя цель. Если у вас цели нет, то и познания нет. Глядение есть. Вот я, значит, стою на крыльце, выражая на лице, что стою я на крыльце. Есть идея? Как японское созерцание. Вот они смотрят на вишню. Мы должны поэтому рассмотреть это познание в нем самом, его положительной деятельности. Страница 199. В деятельности, а не как такое мертвенное, не как глядение, а как преобразование и одновременно с ним, и как движение к истине. Так как эта идея, как было показано, есть влечение понятия реализовать себя для себя самого, то его деятельность для себя самого выделена курсивом. Потому что оно в себе содержит уже эту идею. То его деятельность состоит в том, чтобы определить объект, и этим процессом определения тождественно соотноситься в нем с собой. То есть оно в своем результате своей деятельности соотносится с собой. Почему хороший столяр сделал такое-то изделие, и в этом изделии он соотносится с самим собой. Это вы сделали, я сделал, и я бы не смог такое. А я вот смог. И он тогда, следовательно, соотносится. Любой рабочий результат своего труда видит, он поглаживает то, что он… Или станок поглаживает, если станок выдержал те нагрузки, которые на него легли и так далее. Объект есть вообще то, что безоговорочно поддается определению. Некоторые люди под определением понимают то, что надо дать определение этого объекта. Здесь имеется в виду определение – положить его пределы. А что такое предел, кто скажет? – Граница, за которую можно перейти. – Что значит можно? – Который переходит. – Который переходит. Вы тут смотрите, у нас тут очень строго. Первые уже, да, получили. Первое предупреждение пришло. Видите, у нас стол, он с одной стороны ровный, но туда можно и провалиться, если что. И он как раз для человека одного вполне. И еще там три. – Для плохих слушателей несколько. – Так. То есть вот здесь, можно сказать, такой материал, который просто вы можете с удовольствием читать. Потому что он как бы не заново это вот рассказывает, а он это использует. То, что он, все, что он определил, все, что он сформулировал, использует для описания этого всего процесса. Познание. То есть познание, оно, конечно, включает в себя влечение. А влечение, конечно, включает в себя практику. Как вы будете влечение? Надо куда-то пойти, что-то сделать. Так? То есть обязательно есть какое-то движение. Но пока без указания. Хотя перед этим была цель и средство. Было или не было? Было. Поэтому теперь как бы это свернуто. Это вы не забыли, что речь идет и о цели, и о средстве. И средство само в себе содержит цель. Потому что если вы берете плуг, то понятно, что в нем содержится цель обрабатывать землю. А если нет такой цели, то это вообще не плуг. Вот. И шляпка, если есть, то она вообще и содержится на гвозе. Именно потому, что как раз, чтобы шляпка осталась, а не так, чтобы туда утопили. Как это называется, когда? Заподлицо. Заподлицо. Да. Не путать с подлецами. В том умозаключении, через которое субъективная идея смыкается теперь субъективностью, первая посылка есть та же самая форма непосредственного захватывания объекта понятием и соотношения последнего с первым, какое мы видели в целевом соотношении. То есть вот здесь мы как раз наблюдаем, что он постоянно уже использует то, что до этого было сделано. То есть раньше были как бы отдельные по разделениям какие-то формулировки, отдельные обороты. А здесь он использует для того, чтобы эту идею отразить. А субъективная идея, это вот второй абзац 199 страницы, смыкается теперь с объективностью. Ну смыкается же, если она преобразовывает субъективную идею. То есть первая посылка есть та же самая форма непосредственного захватывания объекта понятием и соотношения последнего с первым. Понятие с объектом, какое мы видели в целевом соотношении. Определяющее воздействие понятия на объект представляет собой непосредственное сообщение себя. Сообщение выделено курсивом. И не встречающее сопротивление распространения себя на объект. А почему оно не встречает сопротивления? А как он может сопротивляться в познании? В познании трудно сопротивляться. Ну, глядя на некоторых людей, понимают, что можно сопротивляться. Да, некоторые понимают. Не сопротивляться, не обращать внимания на это. Ну, сопротивляться нам не получится. Это черниши. Ну и поэтому тут такие формулировки очень гибкие у него. Посмотрите, положенное определение считается поэтому вместе с тем лишь некоторым найденным предположением, уловлением чего-то данного, в котором деятельность понятия состоит скорее лишь в том, чтобы быть отрицательным по отношению к самому себе. А что значит быть отрицательным по отношению к самому себе? Ну, понятие должно само развиваться. По мере того, как оно преобразовывает предмет. Правильно? Поэтому оно не может. Если оно не будет отрицательным по отношению к самому себе, оно не учитывает результат вот этого движения. Да, у него это будет одно и то же. Не будет развития. Держаться по отношению к наличному сдержанному и пассивному, дабы последнее могло себя показать. Не как определенное субъектом, а таким, какого оно в самом себе. То есть это тоже аккуратно надо делать. Особенно, если вы имеете дело с живой природой или с обществом. Нельзя как угодно его преобразовывать и куда угодно его вести. Ну и поскольку указанное познание выступает даже не как некоторые применения логических определений, а как некоторые получения и уловления их, как преднайденных, его деятельность выступает как ограничивающаяся лишь удалением от предмета некоторого субъективного препятствия, некоторые внешние скорлупы. Это познание есть аналитическое познание. То есть когда мы говорим о том, что мы хотим узнать его, углубиться в него, ну как вы в него будете углубиться? Хотите в яйцо? Скорлупу снимите. Хотите в желток углубиться? Ну, уберите белок. И так далее. А если вы хотите углубиться на самом деле в желток, в живой желток, в живой белок, то вам не надо отваривать это яйцо крутую. И даже в смятку не надо отваривать. А надо его пытаться изучать как живое. То есть, Абдуллаев, что было раньше, курица или яйцо? Это глупый вопрос. А? Это глупый вопрос. На кого вы намекаете? Не на кого. Землеводные были раньше с икрую, потом. Почему вы не можете ответить на глупый вопрос, я не понимаю? Я же не спрашиваю, это глупый или не глупый вопрос. Я спрашиваю, какой ответ на этот вопрос? И то, и другое, это курица. А? И то, и другое, это курица. То, и другое, курица. Курица есть. Курица есть в двух ипостасях. Как яйцо, как зародыш, что есть курица. И курица, как развитые целые. Но все есть речь о курице. Все-таки вы не скажете, что это движение этого яйца. Хотя яйцо превращается в курицу, но все-таки речь о каком животном? О курице. Так что ответ вполне тут, может быть, однозначный. Поэтому он не то, что глупый, а он не учитывает этот вопрос. Вот этого обстоятельства, что и то, и другое, это все изменяющаяся курица. Это то же самое, что желудь и дуб. Желудь – это разве не дуб? Ну, это все дуб. Дуб, как желудь. Потом дуб, как росток. Дуб, как дубок. И дуб, как развесистый дуб. И дуб, как мертвый засохший дуб. И все это может быть. Так, ну вот, значит, когда речь идет об удалении от предмета некоторого субъективного препятствия, некоторые внешние скорлупы – внешние скорлупы, а внутренние скорлупы он не предлагает удалять. Вот, это познание, есть аналитическое познание. Вот, пойдите в магазин, там продают в этих бумажных коробках яйца. Удалите этого, когда придете домой, откройте эту внешнюю скорлупу, тогда вы можете взять уже это яйцо для того, чтобы использовать как еду. Это внешняя скорлупа. А есть в своем грязи. Это познание, аналитическое познание. А ты открываете, а там все побитые яйца. Бывает такое. Ну, а бывает не все, а некоторые. Это уже удача. Это уже удача. И вот дальше, так сказать, речь идет об аналитическом познании. Можно сказать, что познание начинается вообще с чего-то такого, что неизвестно, ибо с тем, что нам уже знакомо, нечего знакомиться. Логично? Логично. И когда только человек с Гегелем согласился, Гегель сразу ему напоминает, что вы имеете дело с диалексикой. А раз с диалексикой, значит верное и обратное. Познание начинается с известного. Это тавтологическое предложение. То, с чего оно начинает. То, следовательно, что оно действительно познает. Есть именно благодаря этому нечто известное. То, что еще не поздно. И должно быть познано лишь впоследствии. Есть еще нечто неизвестное. То есть, только что мы сказали, что это известно, начинаем мы с известного. А с другой стороны, начинаем с неизвестного, чтобы его познать. И то верно, и это верно. А что тогда? А надо и то, и другое взять в единстве. И то, и другое оба этих утверждения надо принять во внимание. И что получается противоречивое такое понимание. А вы хотите противоречие, чтобы отразить, иметь непротиворечивое понимание? Странно. Так не может быть. Ну вот, сказать, что тут какие-то есть вещи, которые вообще невозможно понять. Нельзя. Их надо внимательно прочитать. И просьба с этим совсем ознакомиться. Которая здесь есть. Здесь есть исторический такой пример. И про теоремы, и про задачи, и про математику. Вот говорится о синтетическом познании. Чтобы желательно отличать. На странице 206. Аналитическое познание. Есть первая посылка всего умозаключения. Непосредственное соотношение понятия с объектом. Творчество есть поэтому то определение, которое оно признает своим. И это познание есть лишь схватывание того, что есть. Аналитическое познание – это схватывание того, что есть. А синтетическое познание стремится постигнуть то, что есть, то есть уразуметь многообразие определений в их единстве. То есть в единстве, возможно, и противоположные определения, надо их уразуметь. А не просто схватить это, 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 это. И соединены. Синтетическое познание. Вот есть такое понятие дефиниции. Некоторые товарищи не различают определение и дефиницию. Определение в каком учении? В учении о бытии качества, которое есть в себе, про то нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом. Этого нечто, с в нём бытием. А дефиниция? А дефиниция вот здесь в понятии. То есть вы уже рассматриваете понятие, берёте понятие. Ясное дело, что здесь в понятии вы можете под дефиницией понимать целый ряд положений, которые раскрывает данный объект. Прежде всего отметим черту, заключающуюся в том, что пока что ещё данная объективность превращается в простую форму, как первую форму. Стало быть, в форму понятия. Форму уже здесь, а не просто так. Там никакой формы нет, когда мы говорили об определении. Какая там форма? Определённость и всё. Но которая равна самой себе. Качество, которое есть в себе, в простом нечто. В простом. А какой тут простой? Тут очень сложная. Моменты этого схватывания, суть потому, те же самые, что и моменты понятия. Всеобщность, особенность и единичность. То есть если вы представили, как всеобщее, особенное и единичное, и отразили это в каких-то понятиях, ну вот можно считать, что это получилось у вас в дефиниции. Обычно всеобщность, единичное есть сам объект, как непосредственное представление, есть то, что должно быть дефинировано. Вот это вот, единичное. В определении объективного суждения или суждения необходимости всеобщий аспект этого объекта оказался родом, и притом ближайшим, а именно всеобщим, обладающим той определённостью, которая вместе с тем служит принципом для различия, характеризующего особенные. Этим различием предмет обладает в лице этого специфического различия, которое делает его определённым видом, и которое служит основанием его отделения от других видов. То есть мы сначала должны, руководствуясь такими понятиями, как всеобщее, особенно единичное, определить род, а потом определить вид. И тогда сказать, это вот такого рода и такого вида. Вот тогда это будет что? Дефиниция. Но раз вы это всё определяете и как-то разделяете, то эта дефиниция, на самом деле, она не диалектична получается. То есть вы разделяете единое на отдельные какие-то его моменты и делаете их не моментами, а отдельными какими-то частями. Дефиниция, сводя таким образом предмет к его понятию, страница 208, совлекает его внешние черты, которые нужны для его существования. Она абстрагирует от того, что прибавляется к понятию в процессе его реализации, благодаря чему понятие выступает из себя и переходит, во-первых, в идею, и, во-вторых, во внешнее существование. Так что это так просто не проходит. Вот это вот абстрагирование, дефинирование. Поэтому не сильно-то используются вообще дефиниции. То есть дефиниция – это не такая хорошая вещь. Она скорее нечто противостоящее диалексике. То есть она допустима, мы ее можем давать для того, чтобы одного от другого отделить. Но надо понимать, что это вот, так сказать, некоторая упаковка, в которой вы живое понятие упаковали, но в углы торчат. А почему углы? А вот та же упаковка с углами. А само это понятие не такое угловатое. Вот таким образом, значит, что мы должны с вами сделать, изучая эту вот тему, мы должны эту тему, вот эти все моменты, для себя прочитать и постараться усвоить. Что касается продуктов самосознательной целесообразности, то легко найти их дефиницию, ибо цель, которой они должны служить, представляет собой некоторое определение, порожденное субъективным решением и составляющее существенную особенность. Ту форму существующего, которая есть, здесь единственно важна. А что, а с чем он имеет дело? С продуктами самосознательной целесообразности. Раз это вы что считаете целесообразным, то вы там так и определяете для вас то, что существенно, что важно, что не важно. Поэтому эта субъективность, она проявляет себя и в дефиниции. А если вы по-другому ставите вопрос, не то, что для моих целей это, а что оно по своей природе, то да, вот тут тогда скорее первое, что мы делали. Определите род, определите вид, и тогда уж, по крайней мере, вы найдете ему место в ряду объектов. С дефинициями конкретных объектов, как природы, так и духа, это страница 209, второй абзац. Дело выглядит совершенно иначе. Такие предметы, суть вообще, для представления вещи с многими свойствами. Здесь нужно, прежде всего, схватить, каков их ближайший род, отзем установить, в чем состоит их специфическое видовое отличие. Ну, схватить, каков их ближайший род, это проблема. Правильно? Откуда вы, как сразу вы узнаете, какой у них ближайший род? Следует поэтому определить, какой из многих свойств принадлежит предмету как роду, и какой принадлежит ему как виду. Даже если вы возьмете яблоко, так вы должны решить, что ему принадлежит как роду, а что как виду. Ну, как роду то, что это яблоко, конечно, а как виду то, что это конкретный сорт яблока, та же самая антоновка. Здесь нужно, прежде всего, схватить, каков их ближайший род, а затем установить, в чем состоит их специфическое видовое отличие. Следует поэтому определить, какой из многих свойств принадлежит предмету как роду, и какой принадлежит ему как виду. Далее, какой из этих свойств есть существенные. А для ответа на последний вопрос требуется познать, в какой связи они находятся друг с другом. Положено ли уже одно из них вместе с другим. Но для этого еще нет никакого другого критерия, кроме самого существования. То есть это сложная проблема разбираться в этих вещах, показывает Игорь. И он не так пишет, что тут все сразу решено, достаточно это прочитать. Это каждый раз надо разбирать. Особенно важно здесь то, что он говорит о признаках. У нас некоторые люди думают, что надо узнать, если я признаки чего-нибудь имею, то я уже тут имею то, признаками чего это является. Например, если вы ходите по березовому лесу, то это признак того, что здесь есть грибы подберезовики. Но подберезовиков может в этом лесу не быть. Больше всего таких лесов березов, в которых их нет. А что касается признаков белых грибов, иногда он может у сарая стоять, а не около дороги прямо. Поэтому признак того, что это очень хороший гриб, он может появиться неизвестно где. Правильно? Подосимарики. А очень много их около ёлок. Как раз бывает. Но есть места, где их просто, можно сказать, насыпано как горох этих грибов, но все червивые. Так что заменять определение или даже инфиницию признаками ни в коем случае. Это все чисто внешние какие-то... То есть... Вот тут, товарищи, что у вас там такое белое? Признак чего? Это признак того, что вы белый, или признак того, что вы красный? Нет, у вас признак того, что вы красный, красный. Понятно. А белый – это для того, чтобы красный на белом лучше выглядят. Знаешь, как он выкрутился, можно сказать. Перекрасится, чтобы был револок. И красный, и белый. Тогда надо. Ну да, если красные придут, скажем, вы же красный. А белый – это для того, вот белого уже больше, чего вы... Да. А красный лучше выглядят, да? И надо сказать, что вот этот сам, весь этот раздел об идее, он вот такой очень... Ну, сводится к предупреждению о том, как аккуратно надо к этим вещам подходить с точки зрения науки, с точки зрения исследования. И, так сказать, не делать таких резких выпадов, не забывать, что вы здесь находитесь в сложном. А сложное – сложное из простых. Поэтому здесь так просто не получается. В том познании, которое, по крайней мере, постольку есть постижение, поскольку оно имеет свою основу и форму понятия, первым должно быть простое, выделено из конкретного. Так как лишь в этой форме предмет имеет форму, соотносящуюся с собой всеобщего. Вам мне это ничего не напоминает? В том познавании, которое, по крайней мере, постольку есть постижение. Почему, говорю, не просто познавать, а постигнуть надо. Постижение более глубокое. Поскольку оно имеет своей основой форму понятия, первым должно быть простое, выделено из конкретного. Так как лишь в этой форме предмет имеет форму, соотносящуюся с собой. Вот Маркс взял вот это положение, себе за руководство и написал книгу под названием «Капитал». И какое он простое взял? – Товар. – Товар. Вот вам, пожалуйста. Но если это, так сказать, сразу не бросается в глаза, вот на этой странице, то на странице 215 уж совсем бросается. Для рассматривания вот здесь познание нет имманентной границы, так как оно исходит из данного и его исходной точки присуща форма абстрактной всеобщности. Итак, какой-нибудь предмет, представляющийся обладающим некоторой элементарной всеобщностью, делается предметом некоторой определенной науки и служит абсолютным началом. Ну вот вам и товар. Вот Маркс по этому. по этому пути и пошел. Строго. Но только у Гегеля, говорит, так должна быть построена наука, а Маркс взял и построил. Ну, Гегель свою науку тоже так построил. У него первое, с чего он начинает, это чистая бытия. Вот. Поэтому я думаю, что то, что вот здесь говорится. И дальше здесь вполне материалистические вещи на странице 217, когда начинается классификация животных и их выделение относительно животных в классификационных системах употребляется в качестве широко применимого основания деления орудия примятия пищи, зубы и когти. Их берут ближайшим образом лишь как те стороны, в которых могут быть легче намечены признаки для субъективной цели познания. на самом же деле в этих органах не только заключается развлечение, принадлежащее некоторой внешней рефлексии, но они суть тот жизненный пункт животной индивидуальности, где она отправляется от своего другого, от внешней ей природы полагает самоё себя как соотносящаяся с собой единичность. Если вы хотите остаться соотносящейся с собой единичностью, имейте зубы и когти. Если у вас нет ни зубов, ни когтей, и вы хотите сохранить свою единичность, то у вас не получится. Даже если вы когти и зубы, имеете в виду в фигуральном смысле. Но мысль тут вполне ясна. А если мы вот за это выступаем, вы-то выступаете, вас пришли и отогнали. Как это вас отогнали? А почему вы ушли? Зубов когтей нет. А? Когтей нет. Теоретических зубов и теоретических когтей нет. Потому что в том числе теория для человека представляет собой и когти, и зубы. Правильно? Во всех спорах при выяснении позиций и так далее. Для них нельзя. Вот это очень звучит хорошо. Дальше рассказывают про теорему. Тут что-то знакомое из математики. Ничего такого особенно философского нет. Единство совокупных определенностей содержания равно понятию. Вот это когда берет математические понятия. Так что доказательства теоремы есть. Поэтому вообще некоторые внешние рефлексии идущие извне внутрь. То есть надо доказать, обосновать то, что вы утверждаете в теореме. ни одна наука не осуществляется через созерцание, а исключительно только через мышление. Вот тут тоже, чтобы не было, что человек созерцает мир. Так вы можете созерцать сколько угодно лужи на улице. тут ничего нет никакого научного на звезды смотреть. Да. Один так посмотрел, другой так посмотрел. Вот. И таким образом Гегель подводит нас к тому, что идея, поскольку понятия теперь есть для себя в себе и для себя определенные понятия, есть практическая идея, действование. То есть не идея вообще, а действование. Вот он к чему пришел. что вы не просто разглядываете, выясняете, понимаете, но поскольку вы люди, вы должны действовать. Отсюда идея добра. Вы будете не идея зла все-таки у него, а идея добра, то есть которая, понятное дело, в марксистской науке, как идея прогресса, идея революции и так далее. Ну вот, я думаю, на этом мы сегодня занятие закончим. И на следующий раз задание такое мы рассматривать будем идею добра. Так, а в следующий раз это будет 12 апреля, день космонавтики. месяц, 怎монавтики. Субтитры